Я ей поставлю эту картину. На днях у нас намечается очередной церковный праздник, посвященный Евангелисту Матфею. И, пользуясь случаем, хочу показать вам приинтереснейшую картину Караваджи, которая, к сожалению, до наших дней не доходит. Эта картина погибнет в середине XX века во время Второй мировой войны при бомбардировке Берлина. В Берлине находилась эта особенная картина Караваджи. Сохранилось её изображение, фотография, но, к сожалению, только в чёрно-белом варианте. Предыстория небольшая. Быстренько вернёмся в историю Караваджи. Вот здесь у меня будет видео, где я рассказываю про всё творчество. Его бешеная популярность, известность пришла к нему уже при его жизни. И начинается как раз эта история успеха с трёх картин, посвящённых апостолу Матфею, Евангелисту Матфею. Известнейшая картина призвания апостола Матфея. Затем казнь или мученическая смерть апостола Матфея. И третья картина, она более минималистичная. Так называемый тетраморф. Апостол Матфей был одним из четырёх евангелистов. И у каждого из четырёх евангелистов был свой символ. Евангелист Марк, его символом был лев. Отсюда символ Венеции, где находится как раз мощь святого Марка, лев, львы, венецианские львы. Затем у апостола Луки это телец. И у апостола Иоанна это орёл. А четвёртый, евангелист Матфей, его символом был ангел. И Караваджо, когда готовил этот цикл своих работ, три работы, посвящённые евангелисту Матфею, две из этих трёх работ ему пришлось переписывать, привносить какие-то изменения. А одну из них, как раз этот наш тетраморф, который мы сегодня смотрим, ему пришлось написать полностью заново. Как раз погибшая картина в Берлине, это и есть первоначальная работа, которую церковь не приняла. Давайте посмотрим, почему. Что мы видим на этой картине? Мы видим такого дремучего каменного старца. Прямо олицетворение, творчество Караваджо. Эти любимые караваджевские грязные стопы. Опять же, барочное сочетание несочетаемого. Этот грузный старик и совершенно изящный ангел рядом с ним. Он андрогинный, он летящий. Хитон ангела нежно ложится на его андрогинные формы. Апостол Матфей в это время напряженно всматривается в бумагу. И урка еле держит перо. Видно, что Матфей писать сам не умеет. Под вопросом остается, умеет ли он вообще читать. Здесь Караваджо так ярко хотел передать то, что Евангелие от Матфея написано Богом, написано по воле Божьей. И ангел буквально своей изящной Божьей рукой пытается с невероятным усилием водить этой грузной каменной рукой апостола Матфея. Не могла церковь принять такое провокационное барокко. Это явный реализм. Эти грязные стопы, эта грузность. Поразительной яркостью отличается это полотно. Но, к сожалению, до нас не доходит. Остались только черно-белые фотографии. И Караваджо пришлось полностью переписать эту работу, которая более известна. Она имеет такую сдержанную классическую форму. Замечательный ангел, который уже диктует все-таки Евангелисту Матфею, что нужно писать. Евангелист Матфей здесь уже выглядит более приемлемо, как мудрый старец, который оглядывается на ангела, слушает его, что же ему нужно указать в своей Евангелии. После этой серии про Евангелиста Матфея Караваджо проснулся знаменитостью. А мы с радостью ждем День почитания апостола Матфея, Евангелиста Матфея. Поздравляю вас с этим праздником. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.